Братья-месяцы Не велика птичка-синичка, а и та свой праздник помнит, перебираясь на Зиновья поближе к человеческому жилью, в надежде хоть немного подкормиться. Как говорится, подкорми птиц зимою, послужит тебе весною. Сейчас в это трудно поверить, но было время, когда люди по законам совести жили, а потому даже малых пташек в их ожиданиях не разочаровывали, заранее мастеря и развешивая на зимкин день кормушки, наполняя их синичкиным лакомством. Не жарены семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, отварной рис, гречу, перловку, картофель. Не забыв рядом на веточку кусочек сальца наколоть, до которого синицы – большие охотницы. Нельзя кормить синиц и всех лесных птиц хлебом, так как он набухает забу, застревает и начинает бродить, что может убить малую пташку. Бывало так увлекутся щедрым угощением синегрудые птички, что хоть голыми руками их бери. Но в те времена никому бы и в голову подобное святотатство не пришло, потому что зимкин день – стариной завещанный праздник. А синица, по одной из версий, слыла на Руси той самой синей птицей счастья, в поисках которой нетерпеливые лавцы удачи сейчас за 3-9 земель отправляются. Впрочем, как тогда, так и теперь людей самостоятельных до труда охотчих подобные пустяки нисколько не волновали. Зачем, спрашивается, бестолку по миру кружить, когда счастье и достаток на своей земле искать надо? Не таром же говорится – где родился, там изгодился. Да и синиц ловить не надо, они с приходом холодов сами к людям потянутся, ведя за собою целую стайку птиц-зимников, снегирей, щеглов, соек, чечеток, свиристелей. Старые люди замечали, если птицы целыми стайками собираются у дома, тут и зима на порог явится. Вот-вот морозы грянут. Синичка недаром пищит, а зиму вищит. Холод кличет. А еще в этот день наши предки предсказывали погоду по особым приметам. Если синица свистит – быть ясному дню, если пищит – быть ночному морозцу. Собирается много синиц на кормушках к метели и снегопаду. Есть мнение, что название птички «синица» произошло вовсе не от синего оперения, как многие могут подумать. Своё название они получили за звонкие песни, напоминающие перезвон колокольчиков. Зинь-зинь, зинь-зинь. Вы кормушки подготовили? Пора. Зинь-зинь, зинь-зинь. Братья-месяцы. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok